Я сделаю нарезку, чтобы фильм был в полном формате. Если звук будет не совпадать, ну то есть если не будет логической связи между одним кусочком фильма и другим, то не критикуйте строго, потому что каждые четыре с половиной минуты регистратор делает следующий кусочек фильма, то есть такими рывками снимает. Эта дорога идет в сторону центра города и потом разделяется на движение в сторону Лондон-Бриджа или Фонд-Кастел. Это две узловые станции. Видите рекламу на автомобиле, плиточников. Огромный старый город. Работы для рабочих здесь очень много. Ну и наехало рабочих тоже очень много. Вся Европа на заработках сейчас здесь. Включая испанцев, португальцев, не говоря о поляках, литовцах. Очень активное мотоциклетное движение. Чуть попозже увидите, как их много. Бывает, что люди подставляются очень редко. Видел один такой случай с велосипедистом, когда он просто упал под впереди идущую, слава богу, медленно машину. По левой полосе автобусной я уже не могу по ней ехать, потому что после семи движутся мотоциклы, велосипеды. И придется стоять в очереди какое-то время. Ну, не в очереди, а в пробках какое-то время. Ну, зато можем поговорить это время. Такси имеет право ехать по автобусной линии. То есть, это линия написана для автобусов, но на самом деле это линия для общественного транспорта, разрешенного. А кэп, такси, вот эти черные, это стандартная схема лондонские такси именно такого плана. Вот такой формы. Есть также частные такси, там уже машины другого класса. Есть такси, которые обслуживают богатых людей и богатых приезжих. Там стараются брать такси Мерседесы. Или какие-то ванны. Так, будем искать отдушину. Вот впереди традиционное место, где постоянно пробка. Где-то между светофорами. Ну, таким образом, те, кто следит за транспортной интенсивностью, системой светофоров красным цветом, как бы разбивает интенсивность трафика. Иногда бывает, стоишь на светофоре, где достаточно полос долго, а потом дорога нормальная, узкая, потому что дороги то широкие, то узкие. Пронали на нарушенный левый поворот, где-то там я повернул, и до 14 дней у меня есть время уплатить 65 фунтов. Если же я опоздаю, в следующих 14 дней уже штраф 130 фунтов. Если в 28 дней не оплачиваю, то штраф становится 195 фунтов. Как я уже говорил, обсуждать эти вопросы практически не с кем, хотя можно посетить офис, посмотреть фотографии. Не просто так, но время – деньги. Здесь время – деньги конкретно. И очень многие, кто работает, желание дискутировать, ну, если вы пенсионер, да, конечно, будете ехать и дискутировать. А если вы работаете, то потраченное на дискуссию время зачастую не компенсирует ваших рабочих затрат, поэтому иногда выгоднее оплатить штраф, и, ну, попал, да, ничего не сделаешь. Надо быть внимательным. Вот сейчас мы подъезжаем к узловой станции, конечной станции синей линии метро «Элефанты Кастел». Это такой узел развязка. Есть. Можно ехать через центр, но там сейчас так называемая «конгещензона». Она везде написана такой буквой «С» русской, да, в красном круге там. То есть, если я заеду в эту зону, то 11 паундов я должен вечером заплатить. Если же я не плачу, я за каждый день просрочки плачу плюс 1 паунд. То есть, каждый день дороже оплата на 1 паунд. Вот мотоциклисты грибутся. Так, тут можно ехать. Сейчас я объезжаю центральные улицы, потому что, ну, кому охота платить там 10-11 паундов, плюс там ремонты, плюс там пробки. Скорости движения оно мне не даст. Хотя, кто работает в центре, тут все надо считать. Если ты работаешь в центре, то лучше пользоваться общественным транспортом, а доставку груза или инструмента делать рано-рано утром, если такая возможность есть. Обычно, кто ежедневно пользуется движением через центр, платят. Там надо регистрироваться, платить немножко дешевле. Если я следующий месяц буду работать в этой зоне, у меня сейчас 9 дней работа с 9 до 5, то есть мне нету смысла в 6 часов утра выезжать, я лучше выйду всем. Я смотрю довольно-таки нормальное, неинтенсивное движение. Вот на мотороллере стоит буква L, если вы видите, да, это значит типа свежий водитель, он до 2 лет буковку L эту на себе возит на мотоцикле, чтобы все знали, что это как бы такой свежий водитель. О, сейчас вы видите интенсивность велосипедов здесь. Как много их. Здесь проходит такая линия, где великов колоссальное количество. Колоссальное. Может это связано с тем, что выделены полосы велосипедные. Вот, ну, транспорт примерно обходится, если вы идите машиной или общественным транспортом, 10 фунтов в день. Ну, примерно так, в зависимости от того, на чем вы едете. В общем-то, на... в основном на хорошем уровне. Потому что показателем работы, показателем чего-то служат деньги, штрафы, финансовая система, в отличие от других стран. потому что масса случаев, когда... Здесь я не видел открытых канализационных люков и другого. Это большие деньги для дорожной службы. В случае какой-то аварии, допустим, вот тут один из сложных перекрестков, на которых меня штрафовали пару месяцев назад. Тут есть так называемый квадратик желтый, в котором я попал, остановился на запрещенное. В общем, на красный свет вот здесь стал. выезжаешь из-за поворота и не знаешь, там пусто или стоят машины. И попал когда? Попал когда было все занято, и меня камера сняла. Тут едем так. Тут тоже хитрее. моменты. Сейчас две полосы открыли уже, была одна. Тут с утра забито. Ну, в любом случае подъезжает народ. Запрещенного ничего нету, и в общем, я в своем ряду. Вот смотрите, какое количество сервисных машин. Самых разных фирмы, фирмочки. Занимайся не хочу. очень Очень многие англичане, водопроводчики, электрики, тоже уезжают оттягиваться на сезон отпусков, куда угодно. Зарплата позволяет, если правильно все планировать, не швыряться деньгами, хватит на все. Конечно, на дом очень сложно, потому что цены на недвижимость такие, что ой-ой-ой. Такое впечатление, что Лондон это город миллиардеров, миллионеров. Большинство людей ездит ненагло. Большинство. Я не видел, чтобы тут ездили автомобили по тротуарам, по встречным полосам. Встречаются коллапсы, но довольно редко. Сейчас мы будем переезжать через мост, через реку Темза. Сейчас тут интенсивно, потому что с трех полос дорога сходится в две, потом в одну. Автобусная запрещена, короче. Сделали довольно опасный поворот. Вот здесь скопали бетонную клумбу, которой не было. И машины легко проезжали. А сейчас, естественно, этого нет. То есть, сужается на две части. Не на две части, а с... В правой стороне автобусы, велосипеды, бляха. Автобус слева уходит. Это должно быть открыто, свободное. Вот залез бусик неудачно. Хреново машина залезла какая-то с очень умным. Мне нужно поворачивать налево и занять эту линию. Переезжаем через реку Темза, в Ауксхолд-Бридж. Когда-то я... Так когда-то, в прошлом месяце, я переезжал этот мост полчаса. Заехал в пробку. Представляете, въехал на мост. И вот этих 100 метров... Каких там... Ну, да, 100 метров. Полчаса переезжал. Популярно такие многоэтажки строить. Это литый бетон. Обложенный, обстроенный. Много домов здесь. Ну, недвижимость дорогая, поэтому и строят. Нам нужно уходить влево. Нам придется так. Видите, машины не вскакивают. Хотя здесь несколько метров в автобусной линии. И здесь колоссальное движение велосипедистов. И не дай бог что-то произойдет. Вы виноваты. Лучше постоять там лишних 5-10 минут. Ведь автобус загнался на автобусную остановку. Попробуй встань. Кто-то в каске, кто-то без каски. Этот перекресток, на котором сменяется светофор на тебе разрешенный порядка от 2 до 3 минут. Поэтому многие глушат моторы. Потому что 10 раз заглушил мотор и уже что-то сэкономил. Никуда не денешься. Он прямо едет. Прямо народ пополз в огромную пробку. Ну, а я поехал вдоль Темзы. 500 метров впереди у меня относительно спокойных. А потом тоже начинает сбиваться транспорт, который проникает на эту дорогу с соседних мостов. Впереди у меня если видно, толпа велосипедистов в сторону центра едет. Многие офисные работники пользуются велосипедами. Как бы мэр города Борис Джонсон. Здесь такое легкое попадало в разрешенный правый поворот. Поэтому грузовик хорошо заехал, что можно проехаться. правило движения и получить права здесь довольно как бы сложно. Повышенное внимание и каждый год больше и больше больше уделяет внимание я бы сказал по-испански так провенцион, да? То есть предупреждению аварии. А предупреждение аварии идет через обучение. То есть больше внимания уделяется не то, чтобы вот если знак висит допустим поворот направо запрещен или еще что-то. То есть вы должны стараться не только тупо выполнять знаки но и предвидеть чтобы избежать столкновения. Есть даже серия вопросов которые ну как бы вот правильно написано прямой ответ нет надо думать. И это довольно интересно. Для меня вначале шок был а затем привык и это то есть если вы видите впереди грузовик стоит смотрите под колеса ну как бы на просвет да? То есть кто прошел профессиональные школы знает то есть вы должны стараться видеть и предвидеть мотоциклист в униформе ну в униформе специальной для езды несмотря на ограничение движения конечно мотоциклисты ездят так что ну половину штрафовать надо но это не моя задача нужно внимательно смотреть сейчас дорога сужается и вот сейчас начинается закоксовка участка дороги который уже видели вы я его буду объезжать потому что ну никакого желания нету стоять в пробке там 10-15 минут что интересно вот велосипедист только что я его объехал спокойно себе крутит педаль и ты его 10 раз обгоняешь и потом когда следующий раз обгоняешь думаешь блин ты на машине едешь да как бы быстрее нет ты едешь быстро потом где-то в пробочке стоишь человек равномерно крутит педаль из своего велосипеда и в итоге оказывается впереди но не везде именно по городу так сейчас посмотрим что у нас здесь так не очень мне нравится хотя не очень загружено на внешний вид но я поеду как обычно потому что сейчас хороший день освещение и проехав немножко по богатому району при другом освещении у вас другой шанс посмотреть какие домики там стоят да это строительная фирма дорожная марфи морфи марфи сейчас увидите толпу велосипедистов которые обгоняют меня со всех сторон на «барфи» «барфи» Всегда тут одна машина с утра стоит Разных марок, но всегда на углу Кто-то втыкнется Оп Пешеходный переход Пропусти, если не хочешь Остаться без кошелька Пропусти, если не хочешь С автобусом тоже повышенное внимание Потому что машина большая Водитель не всегда все видит Так как работал на автобусах, знаю Кто-то замерз Тут машинки как бы Разминаются, что тут разминаться Видите, аккуратненько проезжают Чтобы потом стоять Полчаса разбираться Кто прав, кто виноват Каждый ценит свое время Своё и чужое время Это я еду боковыми дорогами Сзади где-то велосипедист гонит Следующий поворот И вот сейчас мы заехали В богатенький район Музыка ww Музыка 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 Субтитры делал DimaTorzok А в богатых районах все сделано с таким вниманием, чтобы никто специально не загнался в запрещенную зону и не повредился. Потому что тогда с таких людей бабки снимают по полной программе. Потому что все стройки огорожены, таблицы предупреждающие на каждом шагу. Ну, обслуживают такие стройки фирмы, только лишь в которых все отшлифовано, отработано, у которых менеджеры работают по высшему классу. Поэтому и денег там стоят такие работы намного больше. Каждый рабочий, будь то маляр, штукатур или еще кто-то в касках ходят, это настолько неудобно. Ну, имеет свой результат. Потому что если травма, полученная на работе на дорогой фирме, обращается для фирмы колоссальными финансами, потерями. Декоратор стал прямо на дороге, мне интересно.